Для того, чтобы не потерять профессию, для того, чтобы сохранить уважение к своей профессии. Чтобы работать постоянно, чтобы быть уважаемым журналистом, чтобы не выгнали меня из компании, потому что это все регулирует деятельность журналиста. Дело в том, что, как мы уже знаем из истории журналистики, возникновение журналистской этики и кодексов – это закономерный ответ общества на вседозволенность журналистов, которые пользовались неограниченной свободой слова. И это происходило в Штатах, в Швеции, прежде всего. То есть этика – это успешная попытка журналистских сообществ саморегулировать собственную деятельность. Прежде всего, главная проблема сегодня нашего информационного общества в том, чтобы мы владели быстрой информацией, качественной информацией. И чтобы мы с вами в этом поле не заблудились, нам нужна журналистская этика. Потому что именно основываясь на правилах игры в этом информационном поле, мы будем получать то, что нам нужна – качественная, своевременная информация. Это какой-то сдерживающий фактор, это какой-то тот уровень, на который, в принципе, должны равняться журналисты всего мирового сообщества, чтобы не опускаться до недостоверной, неэтичной информации. И это, в принципе, какой-то критерий взаимоуважения как между журналистами, так и журналистов с своей аудиторией. Мне кажется, это к вопросу не только о журналистской этике, но в целом об этике. Она важна в любой профессии, во-первых. Это к вопросу о нормах, о моралих человеческих. И чтобы мы не скатывались до ассоциального общества, журналистская этика очень-очень важна. Я думаю, что просто есть какие-то вещи, которые отличают, условно говоря, человека от животного. И одним из таких вопросов является этика. Причем здесь не обязательно говорить о том, что есть журналистская этика. Здесь мы можем говорить просто о этике. А этика дает ответ на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо. И вот в журналистике, учитывая то, что журналист постоянно работает с людьми, распространяет информацию для людей, вопрос этики – это, безусловно, один из важнейших вопросов. По большому счету, она не нужна, потому как есть внутренний цензор, который, наверное, говорит, о чем можно писать, о чем нельзя, и как это делать. Как это делать так, чтобы максимально быть объективным. Зачем она нужна вам, это вы сами решаете. Нужна ли мне этика? Не знаю, за 50 лет вообще работы в журналистике я не имел ни одного опровержения, ни одной попытки что-то опровергнуть и так далее. Но, конечно, ситуация во многом изменилась, и она нужна, как в любой профессии нужна этика. Аналогию с экзупери, да? Мы в ответе за тех, кого приручили. Мы в ответе за тех, кого интервьюируем, мы в ответе за тех, у кого берем информацию, и мы в ответе за тех, что наша рука написала на компьютере, либо в газете. Поэтому для этого журналистская этика нужна. Для саморегулирования журналистской деятельности, для того, чтобы, с моей точки зрения, как-то контролировать процесс распространения информации. И порядок сбора, порядок переработки. Потому что если не будет саморегулирования журналистской этики, тогда будет регулировать государство. А оно по своим функциям достает карающий домоклов меч, тогда журналистам будет намного больнее. Поэтому я думаю, для собственной безопасности лучше руководствоваться такими мягкими принципами, выроданными сообществом, чем потом говорить, что государство опять нарушает нашу свободу слова. Ну, мне очень понравилась мысль Пэра из Швеции. Он сказал, что неожиданно немножко для меня была мысль. Он тоже задался вопросом на нашей панельной дискуссии, для чего нужна журналистская этика. Мы сначала высказали, что кто-то сказал из наших, что это подушка безопасности, кроме того, что общеизвестно. Он высказал мысль, что это еще и способ очищения, так сказать, продукта, коммерческого продукта, то есть качественного продукта. То есть информация как продукт, если мы придерживаемся принципов журналистской этики, она становится более качественной. То есть это правдивая информация, это проверенная информация, это информация, которая не наносит вреда никому. То есть это более качественный продукт. Этака потребна в любой профессии журналисты, не выключение, тем более для журналистов она потребна намного больше, потому что журналисты оказывают вплыв на насильство, на массовую святомость. Журналистская этика потребна, по-перше, для того, чтобы сама журналистка была больше пристойной и потребной людям, а по-другому она потребна для того, чтобы она обеспечивает беспеку журналистов. Журналистская этика – это такой своеобразный корабль в море, в стихийном море интернета, потому как без панималитических стандартов мы увидим, что в интернете это ориентир для журналистов, для сотрудников медиасферы. Без этики мы увидим хаос в интернете, поэтому этика должна быть. Это свод заповедей каких-то, как христианство, например, которые каждому журналисту необходимо соблюдать. Не убей, не навреди, не обмани. Нельзя говорить, что каждый, кто-то из нас, либо кто-то из наших коллег полностью исполняет, соответствует, является святым в этом деле. Поэтому свод заповедей – это точка совершенства, которой каждый из нас должен идти в своей профессии. Когда-то Пушкин произнес замечательные слова, которые я всегда говорю своим журналистам при подготовке материалов. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Вот «лира» – это наши строчки в газете, в интернете. Если публикация содействует пробуждению человека добрых чувств, светлых чувств, значит, она полезна, значит, она хороша. Есть ли что-то иное – это от лукавого. Чтобы писать правду. Потому что сегодня общество наше, по-моему, как никогда нуждается в достоверной информации. Это должно быть кредо журналистов во все времена. Журналистская этика нужна для того, чтобы занимать социально ответственную позицию во многом. Для того, чтобы находить какие-то компромиссы. Но самое главное – не идти на сделку с совестью. Говорить правду, соблюдать каноны журналистской. Прежде всего, плюрализм мнений, достоверность информации, проверка ее источников. Прежде всего, журналистская этика, как и для нас журналистов, нужна для того, чтобы мы уважали друг друга и никаких-то разногласий у нас не возникало. В первую очередь, так как в авторском праве, чтобы аккуратно использовать информацию. Ну и, конечно же, еще я считаю, что нам надо все же не только гоняться за рейтингами, идя на сделку, как говорится, совестью. Надо все же думать о каких-то социальных вопросах и думать о том, что не все заключается в чем-то кровавом, жестоком. А есть же какие-то интересные, простые моменты в жизни, которые надо тоже рассказывать. Журналистская этика – это очень, скажем так, важная штука, потому что без нее, можно так сказать, будет полный беспредел все-таки в журналистике. Это по моему мнению. Все-таки должны быть какие-то определенные каноны, определенные какие-то грани, за которые ни журналист, ни любой, кто себя приравнивает к журналисту, не должен переходить. Существуют, в общем-то, этические нормы, выработанные как бы в процессе человеческой цивилизации. И, наверное, журналистская этика, нормы журналистской этики, они ничем как бы и не отличаются от них. Журналист, который, в общем-то, берется за перо, он должен, прежде всего, ставить себя на место другого, на место человека, о котором он пишет, или группы людей. То есть, это, прежде всего, правдивость, достоверность, сопереживание, умение где-то действительно поставить точку, даже в какой-то вот критике. Ну и, конечно, высокий профессионализм журналиста является гарантией того, что материал будет, в общем-то, этически верным и выдержанным.